На встречу с представителем уполномоченного по правам человека в Ленинском городском округе Олегом Мурашовым и членами фракции «Единой России» пришли участники клуба «Активное долголетие». Некоторые, такие как Хатира Ахмедовна Шабалина, подготовили вопросы. Вопрос тоже очень болезненный, у меня сегодня мужа нету рядом. Он ребенок войны, сорокового года. И вот он два года уже оббивал пороги, не платит эти несчастные две тысячи, а он так душевно болеет. Ну как это так? Что это государство в государстве что ли? В Москве получают, а мы рядом и нет. Гостям встречи рассказали о нововведениях в российском законодательстве, касающихся пенсионеров и инвалидов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предписал постановление, которое устанавливает новые правила предоставления инвалидам, имеющим транспортные средства компенсации в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО. Льготы будут предоставляться в соответствии с медицинскими показаниями. Особое внимание уделили теме телефонного мошенничества. По словам Олега Мурашова, обману подвергаются не только пожилые и малообразованные люди. Поэтому знать новые схемы мошенников значит быть застрахованным от риска оказаться в числе обманутых. Схема мошенничества предусматривает два этапа. На первом этапе гражданину звонит якобы сотрудник Бюро кредитных историй, утверждает, что на него или его близких, родственник мошенники, пытается опорнить какой-то кредит. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская считает, что встречи с населением очень помогают в получении важной информации. Я считаю, что она очень эффективна, потому что люди, которые сейчас сегодня были, они пойдут, они расскажут своим товарищам, они расскажут своим знакомым, своим жителям. Это уже седьмой тематический прием, организованный депутатами фракции «Единой России» на территории округа. И не последний. Подобные встречи планируется проводить регулярно и дальше. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.